Всем привет! Поставьте плюсики в чат, если меня хорошо видно и слышно. Да, здорово. Ну тогда поехали. У нас сегодня открытый урок по теме многоруких бандитов для оптимизации бета-тестирования. Что мы на сегодняшнем занятии разберем? Перед этим я представлюсь. Меня зовут Андрей Коношов. Последние задачи, которыми я занимался работой дата-сайентистом в рекламном агентстве OMDOM Group, это были задачи анализа социальных сетей, задачи персонализации рекламы и кластерный анализ целевых аудиторий. Я вас прошу активно участвовать, вопросы писать в чат, и после сегодняшнего занятия вы узнаете, что такое многорукие бандиты, разберем способы решения этой задачи, это жадные алгоритмы, оптимистичные алгоритмы, и посмотрим на сравнение алгоритмов между собой. Давайте разберем многоруких бандитов. Многорукие бандиты – это частный случай задачи обучения с подкреплением. Я напомню, из чего состоит задача обучения с подкреплением. Там есть агент, который может совершать какие-то действия, action A с индексом T в среде environment. И из этой среды агент получает награды, reward R с индексом T, и состояние этой среды, S с индексом T, то есть это конкретный момент времени. И такая схема называется марковским процессом принятия решения. Есть какой-то набор состояния среды, есть набор действий агента, и есть набор вознаграждений. И еще есть функция перехода между состояниями. И функция перехода между состояниями такая, что чтобы попасть в следующее состояние S с T плюс 1, нам не нужна прям вся история до этого, а нам нужно только последнее действие S с T, то есть последнее действие A с T и последнее состояние S с T. То есть у нас марковский процесс принять решение не зависит от всей истории, он зависит только от последнего состояния, последнего действия. Это общая задача обучения с подкреплением. Давайте перейдем к многоруким бандитам. По названию многоруких бандитов можно провести аналогию с однорукими бандитами. Однорукие бандиты – это такие автоматы в казино, например. У них есть ручка, за которую игрок дергает, ну или кнопки бывают. И есть табло, где там нужно 3 ячейки обычно и там 3 семерки наши, например, или там трюк в ничке каких-нибудь появилось. И если вот 3 семерки появилось, мы туда сначала денежку суетем, да, за ручку дергаем. И если выиграли, нам там вот куча монет сыпется. Ну и если нет, то нет. Не повезло в следующий раз. Многорукий бандиты – это целый зал с такими игровыми автоматами. И у каждого игрового автомата есть какая-то вероятность выигрыша, которая нам или агенту, который действует в этой среде, неизвестно. Он может только дернуть за ручкой и посмотреть, награда выйдет с этого автомата или нет. Более схематично можно изобразить следующим образом. То есть у нас есть агент и есть набор автоматов, по-другому еще называются ручки. Вот подписано ARM1, ARM2 и вот 6 автоматов или 6 ручек. И за каждым автоматом закреплено какое-то распределение награды. И цель агента, подергая за ручки, узнать, за каким же автоматом максимальная вероятность выигрыша и дальше дергать желательно только за этот автомат с максимальным выигрышем. И как можно за короткий период времени нужно агенту это понять? Где используются многорукие бандиты? Используются в баннерной рекламе. Тогда каждый автомат, каждая ручка будет представлять из себя рекламный баннер. Соответственно, агент будет выбирать один из баннеров, чтобы показать конкретному человеку. а награда – это кликнул, например, человек по баннеру или нет. То есть вероятность клика может использоваться в рекомендациях. Тогда у нас в качестве автоматов будут конкретные товары. Ну и, собственно, тоже нужно выбрать, какой товар парки им давать в соответствии с тем, какой уже, например, купил или какой положил в корзину человек. И в задаче поиска может использоваться, тогда у нас автоматы, это будут конкретные веб-сайты, например. И нам по запросу поисковому движку нужно поисковому алгоритму показать соответствующий сайт. Ну и такой сайт, чтобы человек по нему кликнул желательно. Чем отличаются многорукие бандиты от основной задачи обучения с подкреплением? Тем, что у нас в многоруких бандитах всего одно состояние. То есть состояние – это просто все автоматы, а агент может выбрать один из них в каждый момент времени. И тогда у нас многорукий бандит будет из себя представлять кортеж действия и награды. То есть он может дернуть за одну из ручек один из автомат. Это действие будет. А награда, ну, соответственно, если это какой-то простой случай, кликнул, не кликнул, да, человек, тогда набор действий соответствует числу ручек, потому что за каждый раз можно какую-то одну из ручек дернуть. Распределение наград нам неизвестно. То есть оно какое-то за каждый из ручек закреплено, но агенту оно исходно неизвестно. И, собственно, задача – это за… в каждом момент времени у нас агент какое-то действие выбирает, получает награду, и цель – это максимизировать максимальную… максимизировать накопленную награду. То есть за все шаги с единицей ДТ мы суммируем награды и цель – чтобы вот эта вот сумма наград, она была максимальная за промежуток времени от единицы ДТ. Есть несколько подходов, как эту задачу можно решать. И чтобы сравнить разные алгоритмы между собой, нужна какая-то метрика. Вот такой метрикой может служить регрет. Давайте посмотрим, как он выводится. В задачах обучения с подкреплением и, в частности, многоруки бандитов, есть Q-функция или функция ценности действия обозначается на Q большое от действия А. И она равна математическому ожиданию награды от выбора соответствующего действия. То есть от того действиям соответствуют ручки и, соответственно, это ожидаемая награда от того, что мы дёрнем за ручку. Тогда оптимальное значение оптимальное значение уже ценности состояния ТВ со звёздочкой или оптимальное действие оптимальное действие это то действие награды, за которую максимально оно обозначается А со звёздочкой и тогда ценность этого действия Q от А со звёздочкой это будет максимум по всем по Q-функциям от всех действий. Тогда регрет будет вычисляться следующим образом. На каждом шаге L, T то есть регрет на шаге T, это будет математическое ожидание от оптимального состояния В со звёздочкой минус от ценности действия, которое совершили вот в этом шаге T. Q от А Т. И тогда накопленный регрет или total регрет L от T будет равно математическое ожидание от суммы по всем шагам от единицы до T. Оптимальное значение ценности состояния В со звёздочкой минус ценность конкретного действия на конкретном шаге Q от А Тау. И получается, что минимизация вот этого тотального регрета соответствует главной цели задачи многоруких бандитов это максимизация накопленной награды. Ну и таким образом где вот этот регрет будет меньше тот алгоритм значит и будет лучше. Кто знает как регрет переводится? Почему такая метрика называется регретом? Ну да, это сожаление. То есть сожаление о чём? Сожаление о том, что если бы мы знали вот это оптимальное действие вот это аса звёздочка мы его узнаем только после того, как наш агент или как алгоритм конкретный уже закончит свою работу когда он найдёт уже вот это действие. Да, это получается разница в награде между максимальным действием, которое мы узнаем только в конце и тем действием, которым мы совершаем в данный момент. вот сожаление о том, что мы ещё не знаем оптимального действия. Вот такой смысл. И если бы мы знали это оптимальное действие заранее, тогда если мы на графике отложим по оси х время, временные шаги, по оси у нас награда ожидаемая тогда если бы мы всё время знали бы оптимальное действие и дёргали бы только вот за эту ручку с максимальной наградой, тогда вот график выглядел просто как прямая параллельно собственно оси тайм. Но мы изначально не знаем оптимального действия, поэтому в начале у нас действие будет далеко от оптимального, оно будет какое-то рандомное и поэтому нарисовать попробую секунду в общем по оси времени у нас конкретные шаги, мы в конкретный шаг выбираем действие далёкое от оптимального в начале, поэтому у нас вот эта разница будет большая, ну и по мере как у нас агент будет изучать среду, он будет всё приближаться ближе к вот этой вот максимальной награде. Как можно ещё по-другому посчитать вот этот накопленный реград? Если мы за n большое с индексом t от действия а обозначим число раз, сколько мы за ручку а дёрнули, дельта а или дельта и т это у нас будет гэп или разница между оптимальным действием и вот конкретным item действием, вот такая формула, тогда regret можно переписать из этого выражения, которое мы уже посмотрели, вот в такое, тут у нас получается сумма уже по действиям, количество раз, сколько мы за эту ручку дёрнули множить на разницу в награде от максимального действия, максимальное минус текущее, ну и у хорошего алгоритма вот этот гэп будет минимальный, поэтому и regret тоже будет минимальным. Как узнать вопрос в чате величину оптимального действия? Величину оптимального действия мы, к сожалению, заранее никак узнать не сможем, поэтому она нам будет известна после того, как наш алгоритм уже обучился. Вот. Мы можем сравнить наш алгоритм только уже в конце обучения. То есть ранее мы это никак не посмотрим. Ну, давайте разберём алгоритм решения этой задачи. Какой первый алгоритм, самый простой можно придумать к вам вопрос. Вот тут подсказка есть. Вот он первый. Ну, или какой вы бы предложили вариант решения задачи, как узнать. Да, правильно пишут жадный, да. как можно действовать. Первое, что приходит в дом, это жадный алгоритм. Как он работает? Вот если мы обозначим за Q с крышечкой от A, это у нас будет оценка исходной вероятности выигрыша или распределения наград за каждой за каждой из ручек, то тогда мы можем вначале что сделать? Сколько-то раз, то есть первое, сколько-то шагов, например, там 100 шагов, первые 1000 шагов, мы можем просто рандомно дергать за все из ручек, а потом, накопив статистику по вот этим первым N шагам, мы дальше будем дергать только за ту ручку, награда за которой или распределение награды за которой оказалось выше всех. То есть вот в формуле оценка у нас будет распределение наград следующее, что мы по времени от 1 до T большое, что мы делаем? Просто награда RT суммируется, если мы выбираем конкретно 10, А и делим на количество раз, сколько мы это действие выбрали. То есть доля выигрыша. Ну и дальше у нас алгоритм всегда действует жадно. Вот действие следующее выбирается А со звездочкой T как арг максимум по вот этим всем Q-функциям от всех действий. То есть первые 100 шагов мы ну или не мы а агент за ручкой рандомно дергает и смотрит где выигрыш больше и потом 101 шага всегда дергает только за ту ручку. какие тут минусы вы можете увидеть какие недостатки вот в таком жадном варианте какие недостатки у нас у жадного алгоритма могут быть среда может меняться да ну у нас да такой жадный алгоритм не факт что ему хватит сколько это вот первых шагов чтобы понять за какой ручкой у нас максимальная награда да и он скорее всего в лучшем случае может какой-то в локальной максимум попасть да а то может вообще пролететь вот такой негибкий неоптимальный получается алгоритм и он среду совсем не эксплурирует то есть он эксплурирует только в начале немножко а потом он ничего не делает он все время выбирает одну и ту же ручку это как еще можно считать как оценивать распределение наград за каждый из ручек не после каждого шага а можно как скользящая средняя накапливать какое-то количество шагов например через каждые 10 шагов обновлять вот тут будет qt-1 соответственно на предыдущих шагах q-функция и вот эта ожидаемая награда n это количество раз сколько мы дернули за ручку в течение вот этих шагов вот награда накопленная ну и минус прошлое значение qt-1 более улучшенный алгоритм называется epsilon grid что в нем хорошо там с вероятностью epsilon выбирается рандомное действие epsilon обычно выбирается например там 001 или 005 какое-то небольшое такое значение и вот с такой небольшой вероятностью у нас выбирается вообще рандомное действие но с вероятностью 1 минус epsilon у нас выбирается действие жадное и таким образом у нас уже наш алгоритм может выбраться из локального минимума даже несмотря на то что он вначале может не оптимально быть вот это жадное действие по ходу он все равно больше среду эксплорирует и в конце концов он в итоге найдет действие за которым награда максимальная потому что вот это рандомное действие оно выполняться будет все время если сравнить жадный epsilon жадный алгоритм на такой задаче взяли игру ну какую игру взяли 10 автоматов вот таких 10 ручек награда имела нормальное распределение с средним 0 и дисперсией 1 и дергали просто за ручками то есть несколько алгоритмов тут жадный и epsilon жадный с разным параметром epsilon и тысяча шагов алгоритм дергал за ручки и пытался найти ту ручку за которую у нас максимальная награда и таких игр еще было еще тысяча то есть тут даже усреднение по тысяче играм ну вот смотрим если на верхний график это зависимость среднего вознаграждения от количества игр то есть тут не количество игр а количество шагов у нас вот внизу правильно подпись вот и жадно у нас стратегия соответствует epsilon равная нулю когда у нас epsilon равная нулю соответственно у нас если вернуться назад рандомное действие никогда не выбирается а жадно выбирается с вероятностью 1 то есть 100% и видим что у нас среднее вознаграждение у жадной стратегии оно равно единице и оно собственно вот быстро вышло на единицу да в течение там наверное 50 шагов и дальше уже не менялось потому что у нас как выбрал одну ручку так за нее и дергает epsilon стратегии тут две штуки внизу с низким параметром epsilon это 0,0,1 то есть у нас с очень маленькой вероятностью 1% выбирается рандомное действие и с вероятностью у него 9% жадная и видим что среднее вознаграждение оно медленно медленно растет у epsilon жадной с параметром epsilon 0,1 среднее вознаграждение выше всех и оно тоже немножко увеличивается на нижнем графике у нас уже зависимость доля оптимальных действий в процентах от количества шагов доля оптимальных действий это те действия за которые за которые была положительная награда ну epsilon жадной мы видим что она выходит на такую полку ну и доля оптимальных действий там где-то процентов 35 наверное epsilon жадный с epsilon 0,01 у него доля оптимальных действий на уровне где-то 50 наверное и тоже растет а у epsilon 0,1 она больше всего в районе где-то там ну вот там 70 80 и тоже она растет ну и к вам небольшой вопрос как вы думаете какая будет максимальная доля оптимальных действий у epsilon жадной стратегии с параметром epsilon 0,1 вот до каких пор он будет дальше расти то есть вот epsilon 0,1 до какого значения он будет увеличиваться доля оптимальных действий какая будет максимальная так еще какие варианты ну да раз у нас epsilon равна 0,1 значит вероятностью 10% у нас будет выбираться действие рандомное а с вероятностью 90% жадное поэтому доля оптимальных действий у нас будет максимум 90% потому что все время с вероятностью 10% у нас будет выбираться неоптимальное действие ну если сравнивать вот эти два алгоритма по регрету то можно получить следующие графики у нас по оси x это временные шаги а по оси y у нас будет total regret накопленный regret вот здесь есть три графика синий верхний вот он вверху находится красный посередине и черный внизу как вы думаете вот где здесь давайте жадный алгоритм синий красный или черный зависимость накопленного регрета от времени где у нас здесь будет жадный алгоритм напишите цвет синий красный или черный как вы думаете красный красный вариантов нету так появился вариант синий так синий 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 хорошо а тогда давайте сейчас отделю а так синий да тут небольшая слаг с приходом сообщений синий черный 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 так ладно тогда давайте а epsilon grid сейчас напишите какой вы считаете цвет а тут уже кто-то и про ипсилон гриде написал но кто про ипсилон гриде еще не написал можете написать под моим сообщением так ну давайте разбираться вот такие правильные ответы у нас гриде лежат на алгоритм это синим цветом эпсилон гриде красным к черному чуть попозже перейдем значит почему синим потому что у нас максимально получается ошибка вот этот total regret его по-другому можно назвать ошибкой максимальная ошибка со временем и она линейно линейно возрастает потому что у нас действие но далеко от оптимального может конечно так попасть случайно что будет оптимально но скорее всего но не оптимально будет поэтому этот regret будет самый большой дальше эпсилон гриде красный почему он тоже линейно растет но чуть меньше потому что независимо от того что у нас алгоритм знает где жадный ну после скольких то шагов да но знают где ручка с максимальной наградой но он все равно будет вероятно сиопсилон совершать действие не оптимально и она может вести даже к отрицательной награде поэтому total regret тоже будет накапливаться за ошибка будет тоже накапливаться но уже медленнее ну и черная черная линия это дикейн эпсилон гриде или убывающий эпсилон жадный алгоритм все это такой алгоритм когда у нас эпсилон она убывает с течением времени вначале она у нас большое то есть у нас алгоритм часто дергает за разные ручки но по мере того как у нас накапливается статистика как исследование дает среду у нас эпсилон все время уменьшается но в идеале эпсилон должен там к нулю уменьшаться и поэтому этот накопленный regret он будет выходить на какую-то полку в итоге накопленный весь но скорость его будет резко замедляться но единственная проблема что мы не знаем а с какой скоростью нам надо уменьшать эпсилон это не очевидно и есть до этого мы говорили что даже эпсилон гриде он с вероятностью эпсилон выбирает вообще рандомное действие да а желательно бы выбирать действие не совсем рандомно а в соответствии с той статистикой который мы уже накопили да и дергать за ту ручку награда за которой больше а где меньше или там какая-то она отрицательная поменьше бы хотелось да поэтому чтобы вот это решить есть softmax exploration так называемый тогда у нас вероятность выбора ручки будет равна экспонента в степени вероятность выбора ручки а на шаге т это будет дробь числитель экспонента ценность то есть ожидаемая награда за дергание этой ручки а в числитель у нас будет сумма всех сумма экспонент в степени которых все вообще ожидаемые награды за все ручки вот и в итоге у нас будет вероятность дернуть за ручку тем выше чем выше награда есть еще более продвинутые алгоритмы которые самонастраиваются такой раздел алгоритмов называется можно назвать оптимизм under uncertainty или оптимизм в условиях неопределенности ну вот один из алгоритмов называется upper confidence bound можно предположить что у нас по есть вообще три ручки на графике синие красное зеленое цветами можно обозначить да и сколько то у нас уже временных шагов прошло и получилась такая картина распределения наград и к вам вопрос вот мы находимся на каком-то н временном шаге там например 100 100 шагов временных прошло и вам нужно выбрать как агенту на 101 шаге за какую из ручек дернуть вот какую вы бы ручку выбрали красную первую ой синюю первую красную вторую или зеленую третью напишите 1 2 3 или цвет синий красный или зеленый если вы были агентом ну и цель ваша собственно побольше награды получить и найти ту ручку награда за которую максимальная агентом так же вариант есть один так зеленую зеленую первую ну смотрите у этих ручек что мы видим разное математическое ожидание у зеленого больше всех потом у красного, потом у синего но дисперсия у нас больше у синего потом красного, потом зеленого и как работает алгоритм Upper Confidence Bound говорит, ну раз у нас дисперсия у синей ручки самая большая соответственно неопределенность где именно располагается исходная вероятность выигрыша тоже у нас большая получается может где-то в правом хвосте быть и давайте поэтому дергать за нее больше вот зеленая наоборот уже дисперсия меньше всех, значит мы в этой ручке больше всего уверены соответственно давайте ее пока отложим ну вот разновидность используется от этого алгоритма самая такая распространенная это UCB1 она добавляет к исходной оценке распределения наград Q от A вот такое вот слагаемое корень квадратный из двух логарифмов от T делить на NT от A T это количество временных шагов а N знаменатели это сколько раз за ручку A мы дергали соответственно что здесь происходит вот если смотреть на вот этот вот на верхнем при с течением времени если мы за ручку конкретно A дергаем много раз соответственно N у нас большое раз оно стоит у нас в знаменателе и соответственно вот эта вот вся дробь будет меньше и добавка к оценке распределения наград за ручку которую мы дергаем чаще будет меньше соответственно выбираться она будет реже и наоборот если у нас N небольшое если мы мало дергали за ручку значит мы мало уверены в том что какое какая оценка наград за ней стоит поэтому дробь здесь наоборот будет больше вот эта добавка больше ну и соответственно выбор ручки вероятность выбора ручки тоже увеличится это зависимость от того сколько раз мы за ручку дергали если смотреть ниже зависимость от времени T чем у нас выше T то есть чем у нас больше времени прошло от начала а вот это T у нас стоит в числителе и оно не просто в числителе а логарифм берется от T соответственно через какое-то время раз у нас зависимость логарифмическая то у нас вот эта вот добавка она со временем будет нивелироваться вот логарифм у нас так идет у нас в начале в начале будет больше эксплуатироваться среда а после там определенного момента после того как мы там статистику уже накопим независимо от того сколько раз мы за ручку дергали у нас вот вся эта добавка она будет меняться незначительно таким образом алгоритм UCB UCB1 он получается самонастраивающийся то есть он в начале времени в первых временных шагах он больше среду эксплуатирует больше дергает за те ручки за которые он мало дергал пытаясь побольше статистики накопить о каждой из ручек но со временем он уже начинает больше среду не эксплуатировать а эксплуатировать то есть дергать больше уже за те ручки за которым больше награда и еще есть более продвинутый алгоритм называется Thompson Sampling как он работает он исходит из того что предполагает если мы берем простейший случай когда у нас распределение наград подчиняется распределению Bernoulli это когда у нас например кликнул человек на баннер или не кликнул тогда у нас 0 или 1 есть награда если вот мы такой простой случай возьмем то тогда алгоритм Thompson Sampling у нас за каждый из ручек предполагает что стоит бета распределение с параметрами альфа и бета и обычно он выбирает альфа и бета равное единице это соответствует равномерному распределению изначально то есть инициализируются альфа и бета параметры дальше что происходит дальше у нас сэмплируется из каждого распределения по по значению и смотрится какое значение от какой ручки у нас больше и берется максимальное дальше у нас это действие совершается то есть мы выбрали ручку дернули за нее получили или нет награду и обновляем параметры альфа и бета альфа у нас получается прибавляется тогда к соответствующему распределению ручки когда у нас мы получили награду то есть плюс один а бета у нас увеличивается на единицу тогда когда мы награду не получили то есть она нулевая как могут выглядеть распределения вот из трех ручек после некоторого количества шагов ну вот например вот так то есть у нас есть тоже красная синяя и зеленая ручки и видим что у нас красная ручка вот тут параметры альфа и бета 1,1 то есть мы за нее ни разу не дернули это соответствует равномерному распределению синюю ручку получается 4,6 альфа равно 4 альфа равно 6 то есть три раза у нас был если исходное значение 1,1 были то три раза успех пять раз не успех ну и зеленое распределение дисперсия самая маленькая и видим что параметры альфа и бета 90 и 60 то есть очень много мы за эту ручку дергали 89 плюс 59 раз вот и очень много было у нас успехов альфа и альфа и алгоритм действует он на каждом шаге берет сэмпл по одной точке с каждого распределения ну и смотрит сэмпл какой ручки больше и то выбирает ну соответственно красное раз равномерное распределение то он все время попадает наверное вот вот куда-то вот в эту зону ну вот еще визуализация три распределения за каждый из ручек выбираем сэмплируем по точке и смотрим какое значение какое больше выбираем ее дергаем и обновляем параметры распределения ну делается это вот все по формуле байеса вот тут ссылочка есть по которой это более подробно можно посмотреть то есть мы получаем данные и уточняем априорные вероятности и можем посмотреть в динамике как меняется параметр распределения вот это вот начальная позиция вот тут после второй попытки вот синюю выбрали после пяти попыток пятнадцати попыток но и видно что у нас постепенно распределение меняется и уточняется уточняется оценка распределения исходного распределения если у вас какие-то вопросы есть по этим алгоритмам можно их сейчас задать если у вас вопросов нету поставьте нолик и мы пойдем дальше спасибо Так, пока вопросов нет. Ладно, тогда пойдем дальше. Ну и немножко подведем итог. Мы рассмотрели сначала жадный алгоритм, который в среду совсем не эксплорирует. Он какое действие выбрал вначале, то и совершает постоянно. Потом мы посмотрели немного продвинутые. Это эпсилон, жадный алгоритм, который с вероятностью эпсилон дергает за рандомные ручки. И с вероятностью 1-эпсилон выбирает жадную ручку. И такие умные алгоритмы. Это Upper Confidence Bounce или UCB и Thomson Sampling. И давайте еще разберем, как используются многорукие бандиты в АБ-тестах. На левой картинке у нас классический АБ-тест. На правой тест с использованием многоруких бандитов. По оси Х у нас недели 1, 2, 3, 4, 5, 6. А по оси Y у нас доля пользователей. Ну, например, вот у нас есть 5 баннеров разных. Да, вот фиолетовый, красный, зеленый, оранжевый, синий. Мы хотим понять, на какой баннер чаще кликают, по какому баннеру у нас товары чаще покупают. А по оси Y у нас получается доля пользователей, кому показывается в ходе теста определенный баннер. Ну и классический АБ-тест. Мы формируем гипотезу. Распределяем. Выбираем нужное количество пользователей. Определяем длительность АБ-теста. Ну и запускаем АБ-тест. Проводим его в течение определенного времени. И дальше смотрим результаты. Считаем статистическую значимость. Ну и вот мы 5 недель проводили тест. И увидели, что у нас по красному баннеру больше всего кликают. И поэтому мы этот баннер с 5 недели, точнее уже с 6 недели, раскатываем вообще на всех пользователей. Многороки же бандит справа. У нас начинает уже сразу действовать, уже там с первой недели. И если он видит, что по красному алгоритму больше кликают, соответственно, он начинает этот баннер показывать все большему количеству людей. То есть он не ждет 5 недель, а он начинает показывать все большему количеству. Ну вот тут вот отъедает за счет фиолетового, за счет зеленого маленько, да. Ну и так далее. И к 6 неделе у нас получилось, что показывается он тоже уже всем. Но нам не надо было ждать столько времени, чтобы узнать, что красный баннер работает лучше. И у нас уже там со второй недели клиенты нам, например, приносит уже больше денег, да. Зачем нам показывать неэффективный фиолетовый баннер, когда мы можем показывать людям сразу красный. Вот. Ну и в итоге это может приносить больше денег, быстрее. То есть время, время это деньги. Например, в интернет-магазине. Более подробно можно почитать вот тоже по ссылочке внизу. Когда использовать АБТ, классический АБТ-С, когда многорухи гмандитов. Многорухи гмандитов можно использовать тогда, когда у вас очень высокая цена одной конверсии или цена одной покупки. Например, какие-то дорогостоящие товары, автомобили быть, или ювелирные какие-то принадлежности. То есть потеря одного клиента, она дорого вам обходится. Вот. И АБТ-С нужно ждать какое-то количество времени. И в это время у нас клиент мог бы уже купить. Если бы там были многорухи гмандиты. В чем минусы? Если вам нужна интерпретируемость, статистика. То есть когда АБТ-С провели, у вас есть, во-первых, все данные, есть статзначимость. На грохе гмандитов у вас статистической значимости никакой нет. И как он там сам определил, как бы в середину эксперимента, вы там никогда даже в конец никак не можете посмотреть, а почему он так выбрал один, а не второй. АБТ-С классический может тогда нужен, когда вам не сама цель выбрать какой-то баннер, а вам нужно посмотреть, а как вот реагируют пользователи на другие баннеры. Или какая у вас разница между плохим и хорошим баннером. А на грохе гмандитах он может сразу показывать хороший баннер всем, а остальные, по остальным статистике будет мало накоплено. Поэтому не всегда в на грохе гмандиты выбираются, но в изменяющихся, например, условиях, когда вас АБТ-сите в классическом, вот вы выбрали, и у вас показывается все время одно и то же. Если у вас что-то изменилось, вам нужно опять АБТ-с проводить. В на грохе гмандитах у вас алгоритм сам адаптируется к изменяющимся условиям. Ссылочки тоже есть внизу. Если у вас вопросы по многоруким бандитам есть, можете в качестве АБТ-сов задать их. А еще немножко посмотрим на сравнение алгоритмов между собой в ноутбуке. Будем использовать уже готовую библиотеку. Вот тут написано, где ее можно взять. Импортируем ее. Что у нас происходит? Будет у нас в среде 10 ручек. n-arms 10. Распределение наград за каждый из ручек будет нормальное. С математическим ожиданием 0-1. Будет у нас 500 игр. В каждой игре будет 1000 шагов. И у нас будут строиться графики, и усредняться значения по вот 500 играм на каждом шаге. Ну и давайте на первом этапе мы сравним жадный алгоритм. Эпсилон жадный с параметром 0-0-1. И эпсилон жадный с параметром 0-1. Создаем среду. И проигрываем эпизоды. Ну мы тут видим тоже, что и в презентации. То есть вот 1000 шагов по оси Х, по оси У. Средняя награда. Мы уже видели график, что средняя награда больше всего у эпсилон жадная. Вот зеленая с параметром 0-1. Потом 0-0-1 и жадная. Ну и количество оптимальных действий мы уже тоже смотрели. Еще один интересный вариант оптимистичного алгоритма. Когда мы его не разбирали, что у нас здесь будет сравниваться? У нас здесь будет сравниваться эпсилон жадный алгоритм с параметром эпсилон 0-1 и жадный алгоритм только с приорным распределением 5. То есть мы-то задавали вообще вот здесь бандитов с... у него распределение у каждого 0, да? Ну, средняя, средняя 0. А мы говорим бандиту изначально, что где-то тут есть такая ручка, за которой у нас вероятность выигрыша будет пятерка. То есть мы как бы ему надежду даем. И он поэтому будет больше среды эксплуатировать, найти, а где же эта пятерка, где же эта пятерка. Вот. И что мы тут видим? Если смотреть на среднюю награду, то у нас уже будет по средней награде, смотрите, жадный алгоритм, да, вот с таким приорным распределением завышенным, то есть завышенной оценкой, чем эпсилон жадный. То есть он, во-первых, быстрее, у него средняя награда, да, растет, и она побольше даже, чем у эпсилон жадного. Но количество оптимальных действий, оно хоть больше, чем в примере выше, но оно тоже выходит на полку в 60, в отличие от эпсилон жадного. То есть на дальнем горизонте у нас эпсилон жадный будет обыгрывать. Обыгрывать даже вот с таким завышенным ожиданием. Но это уже улучшает алгоритмы. Если сравнивать UCB, алгоритм UCB1 с эпсилон жадным алгоритмом, по средней награде видим, что у нас вот оранжевый UCB, он больше, у него награда, чем у эпсилон жадного. И по оптимальным действиям они тоже, он тоже опережает эпсилон жадный, потому что он только среду эксплорирует вначале много, а потом это исследование уменьшается. То есть он похож на эпсилон дикей, только это эпсилон он сам регулирует. И если посмотреть на сравнение алгоритмов Томпсон сэмплинг, Томпсон сэмплинг это вот красный алгоритм, UCB это зеленый, зеленый и эпсилон жадный с параметром эпсилон 0.1, это синий. То мы тут видим, что у нас по средней награде Томпсон сэмплинг, сэмплирование Томпсона, он быстрее растет, эта награда средняя, но видим, что где-то после там 600 шагов он догоняет UCB, ну, а эпсилон ниже. Если смотреть по оптимальным действиям, то Томпсон сэмплинг, вот этот вот красный, доля оптимальных действий у него в начале тоже больше, но вот потом после где-то, наверное, 900 шага он сравнивается с алгоритмом UCB. Ну, то есть, что можно из этого заключить? Что в начале, если UCB и Томпсон, да, Томпсон в начале более оптимально действует, но дальше они уже сравниваются. Ну, а реализация Томпсон сэмплинг, она, как видели, гораздо сложнее. То есть, сам нужно выбирать, во-первых, априорное распределение, а потом их все время пересчитывать. В UCB там попроще. Такие вопросы в чате. Да, баяс, баяс, конечно, да, решает. Но сложнее. Графики процента мы привели. Так, почему регресс считается хорошей аппроксимацией для решения исходной задачи? Есть метрики какие-то лучше? Ну, вот, например, еще метрики есть. Среднюю награду можно осмотреть процент оптимальных действий, можно осмотреть другие, да. Можно в сумме смотреть несколько метрик. Так, и давайте вернемся в презентацию. Ну, и давайте проверим достижение целей. Вопрос теперь к вам. В чем отличается задача многоруких бандитов от общей задачи обучения с подкреплением? Там такое есть одно главное отличие. Кстати говоря, забыл сказать, что вот в курсе у нас по многоруким бандитам два занятия. Первое из них это вот это вот теоретическое, а следующее оно практическое. То есть на следующем занятии мы уже подробно рассматриваем реализацию на питоне вот всех этих алгоритмов. ну, вообще в задаче многоруких бандитов у нас действие всего одно. Вот у нас все время есть перед агентом набор вот этих вот автоматов с ручками и действие его только дернуть. Вот он дернул, все, действие закончилось. Следующее действие опять опять все автоматы. Опять дергаем, опять закончилось. Вот общей задачи у нас там действий очень много может быть. В чем отличие жадной стратегии от эпсилон жадной? в порядке, когда я добавлю чем отличие гриде и эпсилон гриде стратегия так жадно у нас накапливается статистика в течение первых шагов дальше у нас дергается только за ту ручку наград за которой показалась максимальной в эпсилон гриде у нас алгоритм с вероятностью эпсилон дергать за рандомные ручки и с вероятностью 1 минус эпсилон за жадную почему оптимистичная оценка это хорошо третий вопрос . . . . Не, в принципе Вот из алгоритмов Почему Хорошо завышать требования Точнее не требования, а ожидания Ну вообще Это позволяет агенту больше Исследовать среду Соответственно Быстрее Сходиться к оптимальным значениям Быстрее находить Оптимальное действие Так, ну и следующий вопрос Я же, наверное, сам отвечу То есть UCB как алгоритм работает В зависимости от того, сколько раз мы за ручку дергали Если за ручку еще мы дергали мало Мы будем больше дергать Если наоборот дергали много Мы будем поменьше дергать Но это все пока у нас Времени прошло немного С увеличением времени У нас Исследование среды Оно Снижается Ну а алгоритм Томпсона Он Исходит из того Предположения, что За каждый из ручек у нас стоит Конкретное распределение Это может быть распределение Бета-распределение Можно любое другое Например, нормальное распределение Дальше он из этих распределений Сэмплирует Точки Смотрит, какая больше Выбирает это действие Смотрит награду И Уточняет параметры Априорных распределений Ну и все заново повторяется Так, ну Я вас поздравляю Посмотрели вы Сегодня Открыт урок По многороким Мандитам И напишите Достигли ли вы Цели вебинара Узнали ли вы Из него Что-нибудь новое Вообще Это одно из Многих занятий Которые у нас проводятся На курсе По нескольким темам Вот в частности По обучению с подкреплением Там целый блок занятий Там 8-9 занятий Еще Другие темы Есть Интересные В ходе курса Даются домашние задания Проверяются Дается обратная связь Ну и вообще Я вас приглашаю Записываться И проходить Курс Если вы хотите Прокачаться В Машинном обучении Узнать Не какие-то простые Да, вещи Базовые А уже Что-то такое Из Более Более сложного Из такого Высшего пилотажа То Добро пожаловать Я вас попрошу Заполнить Опрос О сегодняшнем Открытом уроке По ссылке В чат Который я скинул Кто запрос Ой, кто опрос заполнит Пожалуйста Поставьте плюсик Я немножко подожду Так Продолжение следует... Продолжение следует... При АБ-тестах Тут нужно Смотреть Какие у вас цели То есть Например Нужно ли вам Иметь статистику Вообще Обо всех вариантах Да Вот Если вам нужно Прямо статистика Подробно Обо всех вариантах Тогда Классический АБ-тестах Если Вам нужно Просто какой-то Один вариант Выбрать И Без разницы Что там С остальными Было Тогда Многорукие Бандиты Потом Если для вас Важна Стат Значимость Если вам Нужно Обосновать Например Кому-то Какой вариант Выбрать То можно Вот эту Стат Значимость Показать На Гороке Бандитах Там Нет Нет Какого-то Такого Доказательства Да Потом В АБ-тестах Можно Анализировать Несколько Метрик Разных Да АБ-тест Он Оптимизирует Только одну Метрику Награду Получает Одну Клик И Вот он Только ее Оптимизирует Могут Быть Например Сколько Там Человек Времени Проводит Да На ресурсе Сколько Денег Приносит Вот Если Еще Несколько Других Метрик Нужно Анализировать В ходе Теста АБ-теста Тогда Это Классический АБ-тест Вот Вот такие Вот Параметры Да Еще Если АБ-тест Долго Делать Или Мало Мало Трафика То Тоже Может быть Быстрее Применить Многоруких Бандитов Да Многорукие И Еще Если У вас Все время Что-то Меняется То есть Не то Что вы Один раз Вот Выбрали Баннер По которому Кликают И дальше Его там Показываете До конца Жизни Нет А если У вас там Поменялись Какие-то Условия Там Доходы Там Выросли Снизились Предпочтения Пользователей Тогда Классический АБТС Как показывает Так и Показываете О Многоруких Бандитах Он у вас Может эти Изменения Слить И уже Перераспределить Трафик Спасибо Что были На сегодняшнем Занятии Я вас Всех Жду На Курсе Призываю Вас Записываться Спасибо Что заполнили Опрос Желаю Вам Удачи Во всех Ваших Начинаниях Ну А для тех Кто Все-таки Запишется На курс До встречи До встречи На занятиях Еще Увидимся На сегодня Все Всем пока До встречи Продолжение следует...